Ты будешь сидеть, арбуз! Не спрашивайте, что он натворил. Всем хай! С вами Юджин, и сегодня мы с вами, друзья, продолжаем наше приключение на плоту в Бескрайнем океане. Многие думают, что это игра про суровое выживание, но на самом деле нет. Всё легко и просто. Я тут сижу, релаксирую, попиваю... Ммм... Вкуснейшую морскую воду с лимончиком. Вы не поверите, но я в кои-то веки убрался в своем офисе, где я сижу, записываю видосы. У меня здесь был просто жуткий срач, не могу показать, потому что не снял, но я не могу показать то, что в итоге получилось. Просто поверьте на слово, что стало очень чисто и комфортно. А до этого здесь было просто больно смотреть на это, было больно ощущать это, и было больно находиться в этом месте. Я подумал, почему бы и не навести порядок на нашем плоту. Он выглядит так же отвратительно, как и мой кабинет. Когда-то. Неряшливый Евгений в прошлом. Теперь это будет только аккуратность, только опрятность. Смотрим. Нам 1900 метров плыть куда-то туда. Туда мы и плывём, но нам мешает эта штука. Плавно вращать какую-нибудь сторону куда-нибудь. Упси-дупси, мы что, застряли? Хрен тебе, застряли. Ну-ка поплыли. Раз, два. Так, ну я грибу. Но чё-то ему пофигу. Ладно, давайте в эту сторону попробуем гристи. Видимо течение туда дует. Стоп, ветер дует, течение несёт. Правильно всё я делаю? Чё-то я неправильно делаю, по-моему. Возможно парус мне мешает. Скройся с глаз долой. Теперь. Раз, два, три. Что-то происходит? Нет. Ломается моё весло. А ещё есть. А ещё есть. Окей, попробуем снова. Давай. Вот так. Отмолодец. Ай, хорошо. Чувствуется, чувствуется. Пошло. Да эта штука нас магнитит. Блин, это что, необычайные свойства этого поселения? Поплыли просто вот в эту сторону. Смотрим. И нас обратно. Всё, я понял, как надо действовать. Надо чуть отплыть и левее. Ничего не меняется. Я упал. Прямо в ловушку? Нет. А, тут у нас нет пола. Я забыл про это. Иди сюда, парус. Ты нужен мне. Парус. Парус. Всё. Здесь мы грести не можем. Я-то думал, мы можем грести сквозь пол. Так почему и на третьем этаже не можем? Давай, 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 давай. Я чувствую сопротивление, плод. Ты чё, чё ты не хочешь-то? Ты не хочешь путешествовать? Смотрите, что творит. Просто смотрите, что делает. Ну почему со мной это происходит? Ну ни у кого больше нет таких проблем. Я уверен в этой игре. Так, каменная стрела. Ты где? Ну-ка. Прямо впасть. Харень какая-то. Ой. Моя стрела. За ней. Забрать. Так, положить доска. Вот теперь. Получай. Отдай, отдай. Получай. Отдай. Нет. Она забрала. Я воду не сделал. Всё плохо. Не кашляй. У меня сразу все болезни просыпаются, как только не пью воды. У меня же был арбуз где-то. Огромное количество арбузов. Где? Ни одного. Кокос. Ну всё, не ной. Так, значит, у нас уже копьё. Железо. Ничего для этого. Должно же быть что-то. Вот. Изготовить. Тем временем мы всё ещё здесь. Никуда грести не собираемся. А. А. Якорь. Ну я не знаю, как это оправдать. Это косяк очевидный с моей стороны. Не доглядел. Давайте вот на дорожку с ресурсами снова выставимся. Бррррр. Стоп. 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 Стопит. Стопит right now. Всё. Хорошо. Там большое количество металлолома. Давайте попробуем. Авось. Авось на нас не нападут. О, нападает. Прям на меня плывёт, тварин, а. Хыть. А. Смотрите, и ушла на дно. И где моя стрела? Блин, стрелу забрала. О, боли. Адские боли. Так понимаю, мне нечего, да, ловить здесь. Она не позволит мне нормально добывать ресы. Блин, может быть, ещё разочек попробуем. Может быть. Может быть, сейчас сдохну. Ой, блин. Укусы, всё. Ой. Ладно, поднимаем якорь, всё. Нафиг. Ну что, прощай, радио, башня. Я не знаю, так это называется. Да, наверное, так и называется. Прощай. Я буду скучать. Зачем-то я выкинул. Зачем я тебя выкинул? Случайно нажал. Так вот. Прощай, радиовышка. Ну всё, не ной. Смотрим, куда мы там плывём. Воу. Погодите. А, это что такое? Что-то промежуточное? Блин. Слетел. Так уснуло. А, тихо, 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 тихо. Ну ладно, мы быстро устанавливаем ХП. Один укус, это вообще не проблема для нас. Да и два. Я думаю, даже три укуса мы способны выдержать. Конечно, наша задница порвана в клочья, но она всегда заживает. Если вы думаете, что все эти рубцы как-то уизволяют от меня. Нет. Они, наоборот, делают бронь такую, знаете. Поэтому акулу кусай побольше. Знаете, что означает очередной выпуск по игре Рафт? Очередной набор рыбных анекдотов. Первый анекдот прислала Килка Милка. Почему треску вечно ловят? Потому что ее попытки уплыть с треском проваливаются. Как неловко. От этих прекрасных шуток. Потому что я так шутить классно не умею. Давайте арбуз посадим. Ты будешь сидеть, арбуз. И не спрашивайте, что он натворил. Лучше пишите в комментах, что сделал арбуз, из-за чего его посадили. Окей, первостепенная задача. Это сделать побольше ловушек. Нам нужны ресурсы, чтобы постоянно добывались. Надо же делать широкий плод. Полный ловушек. Я тут увидел, что я проплываю. Очень клевую для меня вещь. Хотя, не думаю, что я проплываю. Расстояние уменьшается. Мне просто даже интересно, что это и почему оно зеленое. Да и не важно. Сейчас самое главное это расширение. Давай же шире. Я буду в тебя строиться. Раз. Так, сделаем кучу веревок. Стелаем еще кучу веревок. Большое количество. Кто? Где? Опа! Есть! Сдохло. Вот. Мы сделали 7 ловушек. Остров. Нам надо к нему причалить. Срочно. Смотрите, смотрите. Из засады нападение. И смерть. Смерть! Нет. Я сказал смерть. А, нет. Черт. Стрела. Она где-то там. Только я увижу отсюда. Ладно. Я понял. Не буду. Окей, якорь давай вниз. Опускайся. Максимально опустили его. Мы хотели сделать себе кучу ловушек. Раз. Здесь мы делаем так. Два. Три. Четыре. Окей, этого достаточно. Теперь в другую сторону. Вот он плод. И кажется, я в начале выпуска сказал, что я хочу навести порядок на нем. Но что-то пошло не так, как обычно. Ну посмотрите, ну разве есть у меня время, по-вашему, думать о порядке? Надо в первую очередь добывать ресы в большущих количествах. Ладно, просто быстрее добудем сейчас все. Хоп, хоп. В общем, я залутал этот остров и вспомнил, как я сильно ненавижу собирать ресурсы. Это для меня просто... У меня аллергия уже на это, наверное. Короче, поставим еще дополнительный хранилищ и больше плавить. Раз, два, три, понеслась. В данный момент мы движемся в сторону вот этого зеленого сигнала. Я не знаю, что это такое. Возможно, что-то очень важное. После этого мы повернем как раз-таки к нашей цели основной. И да, кстати, у нас же полно кирпичей. Хоп, 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 хоп. Я предлагаю сделать еще плавильню. Хочу сделать вот такую вот просто линию из печек. Блин, как много ресов собирается. Ой, хоп. Знаете, я думаю, дошел уже до такого состояния в игре, что у меня не может быть нехватки ресурсов. Я постоянно... Вот мне стоит чуть-чуть отвлечься. Потом я прохожусь по всему плоту и нахожу целую кучу ресов. Ладно, я хотел сделать кучу кирпичей. Мок и кирпич. Вот, давай, на все, на все, на все. Итого у нас 12 кирпичей. Раз, два, три, четыре. Я вижу впереди плот. Вот, кстати, это не то ли случайно? Пятьсот. Смотрите, еще один. Стоп, давайте-ка повернем. Походу, это есть плоты, это плоты обнаруживаются. Я правильно понимаю? Пятьсот сорок... Нет. Мне немножко даже страшно стало. А вдруг это кто-то другой плавает на своем плоту. Видите, он меняет местоположение. Ага, его на остров. Так, 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 так. В какую сторону теперь нам надо плыть? По-моему, нам нужно вообще туда. А вот и кирпичи готовы. Пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. 280 метров сзади. Че такой большой? Я вот реально не ожидал настолько огромного острова. Он прям слишком большой даже, я бы сказал. Выглядит так, словно мы сейчас высадимся и нам дадут пару квестов. А там огромная птица. Прям очень большая. Это какой-то орел? Или чайка-мутант? Это чайка-мутант, разумеется. О, блин, это так стрёмно выглядит. Нет, оказывается, это большущие острова нам показываются. Которые охраняют какой-то грифон. Просто офигеть можно. Давай, быстрее туда. Я видел тебя. Я заранее понял, что ты хочешь сделать. Что это за птица? Сатанист какой-то летает. Смотрите. Да тут животные, оказывается, водятся. Блин, это ж пумба. Пойдёмте убьём его. Разумеется. Фу, честно скажу, я слеганца даже нервничаю. Это такая... Такая редкость. Такая значимая находка. Возможно, последний своего рода. Где ты? Кабанчик? Присели. Классно, чтобы на меня ещё та штука не напала. Слышали? Кажется, спалил меня. О, блин! Он атакует! Запырять! Запырять! Убегай! Прыгай в воду! О, нет, не прыгай сюда! О, не прыгай сюда! Тихо. Нет. Какой он умный! Давай, есть! Что? Что? Он меня кинул... Он меня кинул камнем. Зареспауниться. А я свой шмот-то подберу или нет? Бегом. А сейчас он там стоит... Нет! Блин! Отдай мою стрелу, во-первых. Вот это да. Это... Это во-первых. Во-вторых, где мой лут? Опа! А его и нету. Я все просрал. Ладно. Я надеюсь, эта свинья понимает, что... Между нами теперь война. Что? Что это было вот? Это что? Я бил... Тут что-то было только что. Кто-то попытался на меня напасть. Не птица ли случайно? Все, свинья. Ты пожалеешь. Ты пожалеешь об этом. Что? Птица напала. Вы что, издеваетесь, что ли? Меня атакует птица. Их тут целая куча, кстати говоря. Нет, это чайка. Меня вон та атакует. Хорошо. У нас, оказывается, не только Брюс есть. В качестве врага. Но также есть и враг птица. Не знаю имени ее. Хорошо, сраная птица. Будет и проклята. Она думает, что я не восстановлюсь. Этот кабан тоже это думает. Что мы не восстановимся. Сейчас мы все сделаем. Лук готов. Изготовить копье. Блин, еще чуть-чуть и все, я сдох. Даже не знаю, где скрыться. Мы сейчас пойдем сражаться. Погодите секундочку. Второй рыбный анекдот вас ждет. Очень классно. Дикток прислал. Как путешествует кит со скатом? Они скитаются. В атаку. Надо ее спровоцировать. Эй, как можно спровоцировать птицу? Давайте запросим у гугла. Птичьи оскорбления. Удивительно, но такой статьи нету. Ребят, вы должны сделать обязательно статью про птичьи оскорбления. Я не знаю, как оскорбить вот эту хрень летающую. Пойдемте просто дубасть ее. Давайте на самый высокий выступ. Как бы вызов ей бросим. Я тоже могу быть высоко. Что она? Камень? Камень! Охренеть! Они очень умные, да? Очень умные. Тогда, получается, тогда мне не кабан добил, а птица. А не сообща. Там ее гнездо. You're going to die. Блин. Да почему я не могу попасть? Мне бы желательно подобрать ту стрелу. А еще желательно стырить ее яйцо. Я понял, что она охраняет свое гнездо вонючее. Вонючее гнездо деда. Смотрим. Это не гнездо. Тихо! Боль. А, испытал. Испытал боль. Ничего не поделать. Ладно, она еще может один раз в меня кинуть. Позволительно. Ладно, если она не охраняет свое гнездо, то что она вообще пристала ко мне? Это вообще что за вид такой? Она снова камень взяла. Есть! Оп! Я попал по ней. А, стрела торчит. Я словно с Мауга пытаюсь дубасить. Так, она пошла на второй круг. Да, господи! Есть! Птиц летит. Разота! Хорош! Уже две стрелы в ней. Сколько надо? Есть! Патронов нет? Куда делись? Ну ладно. Памятища возьмем. Патроны есть! Давай! Давай! Есть! Давай, Евгений! Нельзя ни одной лишней стрелы выпустить. Все должно пойти строго в душу этой птицы. Что же она охраняет? Непонятно. Она просто так вот враждебно настроена. Вот ей нефиг делать, да, больше? Тихо, что ты... Опа! Нет! Нет! Как я просрал! Так, аккуратней. Куда стрела пойдет? Там счастье Евгений найдет. Сюда. Я потом смогу найти остальные свои стрелы по-любому. Я поторопился просто. Оп! Нет! Куда ее запустил? А, вот она. Фух! Я еще стрел сделал. Я, блин, добью ее сегодня. Давай! 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 Вот она! Есть! Сдохла мразота! Ладно, давайте я посмотрю, что мы соберем с нее. Перья, перья, перья. Сырой окорочок. И голова трескуна. Это трескун. Хорошо. Ничего особенного. Просто у нас теперь есть голова, да. Мы надели ее на себя. Закрывает наши глаза от солнца. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Ты что, ты что? Э-э, ты что, не порогойся? Не порогойся, сказал! Есть! Как быстро мы с ним расправились. Шкура. Мы нашли кожу. Стейки. И голову Борова. А-а-а-а! Как приятно. Все, этот остров мой. Не могу ходить с этой одежкой. Давайте вот это, что ли. Посмотрим. Вот. Все будут думать, что я свин ходячий. И она, по крайней мере, не мешается мне. Окей. Давайте. Значит, это кожа. Изучить. Изучено. В целом, обидно. Я так долго дубасил эту птицу, но она ничего не дала мне. Давайте попробуем сделать стейки. Это будет очень вкусно. Жареное мясо. Пожалуйста, очень много дай мне. Почти то же самое, что и с акулой. Окей, мясом запаслись. Пойдемте на остров. Посмотрим, что мы тут можем добыть интересного. Например, вот это вот дерево. Огромнейшее. Реально ли его срубить? Хрен. Скала предков. Ну, тут симбу коронали, я помню. А зачем мы здесь? Что здесь вообще прикольного в этом острове? Эти пальмы легко добываются. И все? Какой-нибудь тайник? Ой, что? Что? Что это было? Я только что видел. Ой, ты тень. А, вот! Что это? Что это такое? Что-то есть. Куда ты меня ведешь? Прости, но... Ты очень вкусно выглядишь. Как-то он не реагирует особо. Он под кайфом, что ли? Ты под чем? Я ему мешаю, да? О! Какой бессмертный человек. Даже не человек. Наконец-то! Так. Он просто прилег. Его даже добыть нельзя, я его просто так убил. Какая нелепая смерть. Просто пойдем. Так и было все. Он просто прилег спать. Ведь ночь... Он спать лег. И завтра его не будите. Он просил его не будить. Он будет спать. Смотрите, кто-то здесь что-то выращивал. Ах ты. Ах ты, мразота. Хотел от меня спрятать. А это что такое? Новые красные ягоды. Что-то вкусное. Но, опять же. Да, мы нашли рецепты какие-то новые. Но ничего более. В целом, мне грех жаловаться. Мы действительно нашли кучу всего интересного и новенького. И я только что выкинул свой топор, случайно. Куда-то я нажал. Нехорошо. Случайно мой пальчик... Куда я его выкинул? Однако нашел еще дополнительные ананасы. Погодите. Погодите. Пещера. Апа. Вот оно что. Грибы. Здесь много всего. Даже какие-то колючки растут. Но это просто так, декор. Лопата. Возвращаемся в пещеру. Смотрим. Надеюсь, тут будет сейчас много прям песка. Грязь и камень. А, это клад мы копаем. Грязь и гвоздь. Так, тебя. Пещерные грибы. Блин, сколько здесь интересного. Ну что ж, какой-то дядя здесь жил и подох. Видимо, его птица-то заглобала с кабаном. Просто у него не было мозгов, чтобы скрафтить лук. И яиц, чтобы дерзко бросить им вызов. Да, господи, сколько же сюрпризов здесь. Это явно опасная хрень. Ой, 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 ой. Кажется, она сразу, да, сходу хочет... Она бросает мне вызов. Словила. Словила боль. Почему? Все. Все сдохло. Мы даже что-то нашли новенькое. Голова иглобрюха. Это одежда. И клей. Взрывчатый клей. Это интересно. Мы можем сделать, типа, бомбу какую-то, да? Еще один. Типа. А-а-а-а. Блин, вот оно, что делает. Хм, этот остров продолжает меня радовать. Столько всего интересного. Поднять ящик. Да, там куча всякого интересного хлама. Но мы можем еще ниже. Еще глубже. А как? А как нам попробовать еще глубже нырнуть? Разве у нас не было какого-то акваланга? У нас были ласты. Шесть штук водорослей. Черт. Окей, давайте изучим этот клей. Что даст нам? Его нельзя изучать. Кстати, а вот еще у нас новый ингредиент. Грязь, который... Теперь мы можем делать лужайку. Окей. Интересная штука, наверное. Одна. Вторая. Третья. Третья. Четыре. Пять. И, пожалуйста, шестую. Шесть. Ласты. Бэ-бэ. Вот я без них. И я с ними. Ну, чуть-чуть. Разочарован. Я думал, прям буду сейчас плавать, как дельфин. Но я думаю, все равно это даст нам возможность спуститься чуть глубже. Вот. Новое растение. Серебряные водоросли. Блин, как это все интересно. Ах, знаете, я испытываю удовлетворение. Мы нашли столько всего новенького с вами. Мы не можем изучить синие и серебряные водоросли. Ай, хрен бы с ним. И последний на сегодня анекдот прислал нам Сижор. Седжор. Сиор. Не знаю, как... Короче, рыбный анекдот, слушайте. Как называется собака под водой? Бульдог. Так тупо. Но мне нравится. Вот такие вот прекрасные анекдоты мне присылают. Давайте вы больше, больше анекдотов присылайте под этим видосом. А вы, те, кто не хочет присылать анекдотов, кто не знает никаких анекдотов, но хочет, чтобы понравившийся анекдот попал в следующий выпуск, ставьте им лайки. Ставьте лайки под этими комментариями с анекдотами. Я буду их замечать и буду прочитывать для вас. В общем, дофига чего нашли и даже сразились с огромной чайкой-мутантом. И с кабаном, пумбой. Поэтому на этой волне я предлагаю включить радар, посмотреть, куда нам нужно плыть. Нам нужно плыть вон туда. Разворачиваем парус. Выключаем радар. Поднимаем якорь. И отправляемся в путь. К следующей цели. И на этом мы, друзья, с вами заканчиваем этот выпуск. Я надеюсь, что вам понравилось. Если так, то, пожалуйста, много-много лайков поставьте. Мне будет очень приятно. Я буду понимать, что такие видосы вам заходят. Разумеется, не забывайте про все мои соцсети, про мой сайт с комиксами. Ссылка будет в описании. И просто не забудьте подойти и обнять вашу маму. Или вашу папу. Ну, кого-нибудь из ваших близких. С вами был Юджин и всем пять!